Ребята, всем привет! Побудила нас снять это видео очень интересная вещь. Когда я продал свой бывший Range Rover, я уже знал, какой Range Rover я хочу. Я хотел рестайл 3.6 дизель с Terrain Response, с этой скошенной торпедой. И мне интересно было посмотреть видео в интернете вообще, как работает система Terrain Response на нашем бездорожье. И я не нашел ни одного интересного видео, ни одного нормального русского видео, где бы протестировали систему Terrain Response в каких-то более-менее внедорожных условиях и рассказали, как и какой режим работают на внедорожье. Поэтому я решил снять собственное видео про Terrain Response, вообще, как она работает и как она поведет себя на бездорожье. для этого мы выехали в поле. Расскажу сразу, съемка заняла у нас несколько дней. Первый день мы ездили на разведку, искали место. Место нашли, проехались там по более или менее простому маршруту. На следующий день поехали туда, чтобы еще протестировать другие режимы Terrain Response и у нас лопнул пневмобаллон. Видимо, из-за того, что один раз мы застряли, машина поднялась в Extended Mode. Когда подвеска находится в Extended Mode, там создается в пневмобаллонах избыточное давление, которое в обычных режимах не бывает. И поэтому баллон, видимо, не выдержал уже из-за старости и лов. Поэтому на следующий день мы поехали, поменяли пневмобаллон. Об этом есть отдельная история, я тоже ее выложил уже, вы можете посмотреть на канале. И через несколько дней, спустя два больших снегопада, вы, я думаю, помните, в Москве в конце января были большие снегопады, навалило очень много снега. Мы собрались с компанией друзей на трех ренджоверах и поехали покорять то же поле, где мы были, но это оказалось несколько иначе, чем в тот день, когда мы выехали на разведку. Поэтому давайте сейчас немного теории о том, как вообще работают все эти режимы, как включаются, как выключаются. Покажу в салоне все и потом поедем в лес. Друзья, если вам не интересно смотреть всю теоретическую часть про то, как включаются режимы, как они работают на бездорожье, можно просто посмотреть, как мы встряли в жопу, как из нее выбирались. Тогда перематывайте вот на это время. С 2007 года автомобили ренджовер пошли вот с этой скошенной торпедой вот здесь с воздухозаборниками и с вот этой системой Terrain Response. Система на самом деле очень интересная, насколько я знаю, это впервые придумали инженеры лендровера, ставилась она на все автомобили лендровер с пневмоподвеской, были некоторые лендровер дискавери без пневмы и без этой системы еще в третьем поколении, но это было давно и неинтересно. Расскажу некий принцип работы. Вот здесь вы видите пять пиктограмм, они означают режимы движения. Первая пиктограмма – это система выключена, то есть обычная городская езда. Вторая пиктограмма называется трава, гравий, снег. Третья – грязь, колея. Четвертая – песок. И пятая – камни. Соответственно, вращая вот этот джойстик, вы можете выбрать любой режим, и вся автоматика автомобиля подстроится под тот режим, который запрограммирован инженерами лендровера. Дальше, вот здесь вот блочок управления пневмоподвеской, соответственно, самое высокое, оффроуд положение, среднее, на котором мы ездим каждый день, и низкое для посадки и высадки более удобное. Это кнопка Hill Descent Control называется, система. Это в переводе на русский – помощь спуска с горы. И переключатель раздаточной коробки – повышающая, понижающая. В принципе, все. На этом все манипуляции с внедорожным режимом могут закончиться. Сейчас я покажу, как это отображается на экране мультимедиа системы. Как работает на практике эта система? Вы включаете информацию о внедорожном режиме. Сейчас все стандартно, так как мы ездим каждый день. Вот этой шайбой мы включаем внедорожный режим. Вот включился трава, гравий, снег. На автомобиле загораются сразу замочки дифференциалов. На нашем автомобиле установлена блокировка центрального дифференциала и блокировка заднего дифференциала. Далее, когда вы едете по бездорожью, автоматика сама определяет, когда вам необходимо включение какого из дифференциалов. И вот эти замочки, они, пиктограммки, меняются на закрытые и становится кружочек красненький. Дальше вот у нас режим грязь-колея. Он рекомендует пониженный режим раздатки и внедорожный режим подвески, то есть поднять ее вверх. Сейчас мы это делать не будем, хотя все это очень просто. Как я показывал уже, то можно нажать кнопочку, машина поднимется. Вот она пишет, что поднимается, и как только она поднимется, напишет, что в режиме оффроуд. Давайте дождемся. Все, оффроуд. Можно ехать по бездорожью. Причем в режиме грязь-колея включается автоматически система спуска с горы. Вот ее пиктограммка загорелась. Вот так ее можно выключить, вот так снова включить. Следующий у нас режим песок. И следующий камни. На камнях он также требует включить сразу пониженный диапазон в раздаточной коробке передач. Давайте его включим, чтобы ему было спокойнее. Для этого надо перевести коробку в нейтраль и нажать вот эту кнопку включения понижающей передачи. Все. Программа камни выбрана. И вот здесь загорелась пиктограмма того, что включена понижающая передача в раздаточной коробке. Вот. Также можно на экране вот здесь отобразить эти же режимы. Немного просто другая графика. А здесь есть описание на английском каждого из режимов. Единственное, чего нету, это то, чем программно отличаются эти режимы. Что, в принципе, нам и было интересно узнать. То есть, как работает газ, как работают блокировки, как работает тормоз. Все это меняется в зависимости от выбранных режимов. И сейчас мы попробуем это выяснить в поле, в глубоком снегу и заедем далеко-далеко в лес. Причем едем сам не знаю куда. Мы встретили семью на квадроциклах. Они нам сказали ехать по их следам. Вот мы едем. Едем в режиме песок, с поднятой вверх подвеской, с отключенной системой стабилизации, просто в режиме драйв, без понижающей передачи. Если вы посмотрите, иногда загорается красным замочек центрального дифференциала, значит он блокируется. Задний мне не удалось заблокировать еще ни разу. Но возможно это происходит только при включенной пониженной передаче. Сейчас мы ее включить не можем, потому что если мы остановимся, мы однозначно застрянем. И найти подмогу здесь будет, я думаю, очень проблематично, несмотря на то, что здесь недалеко есть жилые поселки. Но мы даже не сможем объяснить, где мы находимся. Потому что мы едем просто по полю, по следам, за квадроциклистами. Мать их, завели непонятно куда. Как отсюда выбраться, я вообще не знаю. Сейчас, может быть, мы выйдем уже на дорогу и попробуем другие режимы. Но песок тащит отлично. Песок шикарно, он позволяет пробуксовывать сильно колесам. Реакция на педаль газа моментальная. Никаких задержек, ничего нет. Тормозить на нем я еще не пробовал. Но в описании к системе Terrain Response говорится, что в режиме песок система ABS даже по-другому начинает работать. Так, ну наконец-то мы выбрались на вроде как проселочную дорогу. Так, давайте попробуем теперь, раз мы выехали из такого глубокого снега, включим режим трава, гравий, снег. Так, мы все так же едем в режиме пневмоподвески по бездорожью. Реакции на газ стали очень вялыми. Мне так не нравится, конечно, ехать. Я не понимаю вообще для чего. Может быть, конечно, для того, чтобы ехать в натяг. Может быть, нам еще удастся это попробовать. Так, всем привет. Включаем режим песок, выключаем ДСЦ, поднимаем пневму в самый верх и пытаемся поехать по очень глубокому снегу. За последние дни на Мело очень много снега, машина поднимается, режим песок включен. Сейчас будем следить. А, нет, это грязь, камни, а нам нужен песок. Вот песок. Так, все, вот замочки блокировок. Поехали. Сейчас самое главное не застрять в первых же метрах. Так, ну, пока едем. Буксуем. Так, центральный заблокировался. Понижающую не включали, чтобы можно было больше крутить мотор на большей скорости. С нами сегодня хорошая компания. Мы тремя рейндж-роверами. И еще Mitsubishi Outlander с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 едем ребята едем поездка далась нам очень тяжело благо мы встретили настоящий внедорожник toyota land cruiser 70 подготовленные реально по соревнованиям каких-то огромных колесах он нас вытащил лебедка из той жопы в которую мы встряли и сейчас развернувшись мы едем назад по накатанной колее уже потому что там нам проехать походу не удастся так ребята виднеется дорога да мы выехали назад до бездорожье нас победила но тем не менее мы проиграли эту битву не проиграли войну все у нас впереди следующий раз мы купим цепи поедем на цепях и вот тогда все будет иначе вот дорога с которой мы заезжали вот эту пежо которая не поехала с нами и правильность пепола ура 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 вчера мы наконец-то выбрались из той жопы в которую мы забрались по чистой случайности не ожидали мы конечно что снегова снегопада навалит столько снега что мы сядем просто выше крыши некоторые моменты вы видели это же дверь машине не получалось открыть благо вы по чистой случайности встретили человека который выехал покататься в воскресенье она подготовленному landcruiser 70 который нас просто спас если бы не он я не знаю во сколько бы это закончилось как бы это закончилось потому что мы побежали искать трактор в воскресенье вечер трактор найти наверно бы не удалось в общем ситуация была пренеприятная и огромное спасибо этому человеку который нас вытащил что мы можем сказать по поводу работы системы terrain response в принципе ради чего мы и собрались на эту вылазку сожалению режим камни нам протестировать не удалось но я не думаю что он бы сыграл какую-то роль а а вывод такой по неглубокому снегу под которым попадается лед иногда земля лучше ехать в режиме песок он позволяет пробуксовывать колесам периодически включается блокировка центрального дифференциала в этом режиме лучше ехать без понижающей передачи если снег более глубокий и вы прорубаете колею вперед либо едете уже по готовой колее где под снегом может быть земля может быть лед но она глубокая и с ямами лучше использовать режим грязь колея а с включенным понижающим диапазоном раздаточной коробки а потому что момент на колесах создается достаточно большой для того чтобы провернуть колесо на малой скорости в сложных условиях и режим снег нам удалось протестировать но этот режим несмотря на то что он входит в режимы бездорожной системы он не для бездорожья режим трава гравий снег а исключительно для дорог общего пользования на которые навалило снега да это наша российская реальность я думаю что в англии для них это оффроуд для нас это обычный зимний день снегопад то есть вот недавно москве были снегопады на мкаде лежит действительно несколько сантиметров снега никаких коммунальщиков не видно машины едут там 30 40 50 в лучшем случае километров в час грузовики не могут заехать гору и вот такой ситуации включаем режим трава гравий снег отклики на газ становятся более плавными но это не мешает совершенно ехать периодически включается блокировка центрального дифференциала когда начинаешь буксовать и немножко по-другому работает система дсц и это позволяет машине более уверенно ехать по этим дорожным условиям вот в принципе все про режим трава гравий снег в принципе особого смысла включать этот режим нету только если вы не очень опытный водитель и вам достаточно страшно ехать в таких погодных условиях тогда включаете этот режим и машина более стабильно ведет себя на неглубоком снегу а летом мы постараемся выехать на сухую внедорожную трассу а для того чтобы потестировать диагональные вывешивания режима камни мне очень он интересен и в какой-нибудь может быть грязный участок заедем протестируем еще летом режим грязь-колея посмотрим как она работает не в снегу а в грязи надеюсь вам было интересно смотреть это видео если это так прошу поставить лайки и подписаться потому что мы ближайшее время снимем еще несколько интересных видео про тесты ранжоеров а сравним промежуточное вот это поколение 8 года с самым первым ранжоером который на с бмв мотором а и с последним рестайлингом который уже с мультимедийной приборкой с другую другим фейслифтом и посмотрим есть ли разница и стоит ли переплачивать